Граждане неравнодушны при принятии важных эффективных решений для будущего страны. Так, жители Аша высказали свое мнение о новом проекте Конституции. Были даны рекомендации по ужесточению ответственности судей, сохранению пастбищ относительно семейных ценностей и, конечно, народного курултая. Правозащитник Алдарбек Кадыров поддерживает изменения относительно полномочий надзорного органа. Прокуратура должна быть реальным надзорным органом. Я говорю об этом уже на протяжении 15 лет. Кто принимает закон? Парламент. А с получением правозаконодательной инициативы генпрокуратура может самостоятельно исправлять недостатки уголовного и других кодексов. В Кыргызстане также появится совет по делам правосудия. Норма предусмотрена проектом новой Конституции. Независимые эксперты и члены Конституционного совещания ответили на вопросы общественности. В первую очередь мы очень довольны активностью населения, а значит растет правовая грамотность граждан. Новый орган будет создан вместо совета по отбору судей. Организации и деятельность совета, его полномочия и порядок формирования определяются Конституционным законом. В новом проекте основного закона введены новые понятия и обязанности, такие как общечеловеческие моральные принципы, сохранность традиций, верховенство нравственных ценностей и социальной справедливости. Конституция затрагивает и межнациональные отношения, согласие и сохранение культурных особенностей каждого народа. Сегодня становится все меньше людей, которые бы увлекались чтением литературы. Надо понимать, что мы не можем развиваться без духовности и простых человеческих ценностей. По словам Кадыра Кошалиева, инициатора Института народного Курултая, в новом проекте соблюден баланс между ветвями власти. Нельзя говорить, что у президента значительно расширены полномочия. Нет, у парламента не урезали полномочия. Они могут назначать членов ЦИКа и счетной палаты. Они имеют в этом больше полномочий, чем президент. По итогам встречи, инициативная группа заявила, что каждое мнение и предложение граждан будет учтено и не останется без внимания.